Ребята, всем привет! Меня зовут Ира и вы смотрите канал Рисование для Всех. Сегодня я покажу вам, как сделать брелки по игре Friday Night Funkin' в стиле Among Us. Ну а начнем мы сразу же с приветиков от хвостика. Для поделки я буду использовать термоусадочную бумагу, которую я купил на Алиэкспресс, но также можно использовать и плотный пластик из-под упаковки. Сегодня мы будем делать брелки сразу шести персонажей, ну а начнем мы с бойфренда. А дальше нас будут ждать моды Уитти, Клоуна Трики, Скида и Пампа, а также Лимонного Демона. Ребята, если вам понравится это видео, обязательно напишите в своих комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я еще сделала, а также напишите, какой брелок вам понравился больше всего. Ну и если вы еще не подписаны на наш канал, то поскорее жмите кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И помещаем в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 10-15 секунд. Сначала пластик начинает съеживаться, но не переживайте, через какое-то время он распрямится. Когда вы достанете фигурку, если она будет слегка деформирована, придавите ее чем-нибудь плоским, чтобы распрямить. Ребята, как вам такой брелок? Мне кажется, он получился очень прикольным и даже, как мне показалось, понравился моему попугаю. Ну или, может быть, не совсем понравился. А сейчас переходим к следующему брелку. На нем я изображу малыша Уити. Мне этот мод нравится почти так же, как и лимонный демон. Кстати, его я тоже сегодня нарисую. Напомню, что для поделок я использую термоусадочную бумагу. И если вы захотите повторить и сделать такие же брелки, то ссылочку на магазин, где я купила эту бумагу, я оставлю в описании. Стоит она совсем недорого, где-то в районе 150 рублей за 10 листов. На одном листе у меня поместилось целых 4 рисунка. Так что, если подсчитать, то себестоимость одного брелка будет стоить в районе 4 рублей. Итак, Уити готов. Осталось лишь обвести маркером. Дыроколом проделываем дырочку. Не погодите, что она такая большая. Пластик усадится примерно в два раза. Помещаем фигурку в разогретую до 170 градусов духовку. Пластик запекается очень быстро. Я еле успеваю заснять это на камеру. Брелок готов. Цепляем его к цепочке. Мне кажется, получилось очень здорово. Приступаем к следующему рисунку. Как вы, наверное, уже догадались, это клоун Трики. Я ему нарисую большой зубастый рот. С его кровожадностью он у нас, конечно же, будет импостером. Рисунок готов. Закрашиваем маркерами. Кстати, после запекания цвет становится в несколько раз ярче. Воздущим маркерами. Воздущим маркерами. Обводим линером. Вырезаем с небольшим отступом и запекаем. Клоун Трики готов. Он вышел действительно классно. А теперь переходим к Скиду и Пампу. Они у нас будут висеть на одной связке ключей. Сначала я нарисую Пампа. Пампу. 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 В стиле Мон Ас он выглядит очень милым. Надеюсь, что Скид выйдет не хуже. Пампу. 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 Аккуратно разрисовываем маркерами. Косточки я разукрашу белым маркером. Обводим линером. Пампу. Пампу. И ставим в разогретую духовку. Запекать лучше всего на фольге или на бумаге для выпечки, иначе пластик может прилипнуть. Скит готов. Крепим его к пампу. Вышло, по-моему, очень здорово. Ну и напоследок я нарисую своего самого любимого мода. Лимонного демона. Надеюсь, он выйдет классным. Я его повешу к клоуну Трики. На связке ключей у нас будет висеть сразу два импостера. Продолжение следует... Лимонный демон готов. Вышел он действительно очень прикольным. Ребята, напишите, какой брелок вам понравился больше всего. Ну а сейчас переходим к просмотру ваших работ, которые вы можете прислать мне в группу ВКонтакте. Ссылочку на группу можете найти в описании. Ребята, огромное вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. И если вам не трудно, то поставьте лайк и поддержите наш канал. Ну и как обычно, желаю вам отличного настроения и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok